Великий, то есть самый главный, самый важный. Уже в самом названии скрыто значение наступившего поста. Он предвещает собой главный праздник всех христиан – Пасху Христову. И по сути, это период подготовки к празднику. Великий пост был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне перед выходом на проповедь. Но в наши дни в церкви призывают не путать пост и диету. Отмечая, что главное во время поста – это вовсе не отказ от продуктов животного происхождения. Поститься строго стоит только, когда это позволяет здоровье. По состоянию здоровья не все люди могут такой суровый, такой строгий пост выдержать. Обычно послабления бывают, конечно, маленьким детям, пожилым людям, беременным. Но обычно священники в таких случаях советуют питаться так, как советуют врачи, как советуют специалисты. А тогда люди спрашивают, а как же нам соблюдать пост? Но здесь надо помнить, что пост не только в физических ограничениях, не только в ограничениях питания, но и пост тоже духовный, да, то есть нужно поменьше посещать, может, каких-то развлекательных мероприятий, отказаться, постараться отказаться от каких-то своих вредных привычек, от каких-то своих страстей. Именно временем усиленных молитв являются все предстоящие 49 дней. Так что лишний раз помолиться в дни Великого поста точно не помешает. Хочется отметить, что предстоящие 7 недель храмы будут работать без выходных. Службы пройдут дважды в день, утром и вечером. По статистике, весь Великий пост соблюдают лишь около 20% россиян. Но вот праздники, приходящие на дни поста, верующие все же отменяют. Это касается в первую очередь свадеб и юбилеев. Празднование дней рождения там… Отменяете? Ну, переносим, скажем так, на более поздний срок. Стараемся, да, и больше в церковь ходить, и молиться. Закончится Великий пост в ночь с 15 на 16 апреля, когда наступит Великая Пасха. Наталья Лисова, Максим Веселов. Объективно. ННТВ. Аминь. 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 Продолжение следует...